Руководство района планомерно и методично решает проблемы обманутых дольщиков и зависших строительных объектов. Муниципальная власть не просто привлекает новых инвесторов, но и организует для них режим наибольшего благоприятствования. Это значит, что любые вопросы, начиная от оформления соответствующих документов или разрешений и заканчивая подключением нужных ресурсов, снимаются в режиме ручного управления лично главой района. Несмотря на это, в конце марта ни техника, ни люди от застройщика на объект так и не вышли. Не вышли они на стройплощадку и в апреле. Все это вызвало обоснованное резкое недовольство со стороны муниципальной власти. Строительная компания Су-22 хорошо известный в Московской области застройщик, пользующийся заслуженным авторитетом и уважением. У предприятия есть опыт достройки проблемных объектов. Мало кто сомневается, что теперь жилой комплекс Высокие Жаворонки будет таки построен. На первый план сегодня выходят сроки. Как нередко бывает в таких ситуациях, многие дольщики обременены ипотекой и параллельно вынуждены снимать жилье. Ситуация для кого-то неприятная, а для кого-то просто критическая. Люди в очень сложной жизненной ситуации оказались. Приезжая сюда на объект, они не видят никакого практически изменения. Да, начали строить строительный городок, но рабочих здесь нет. И то количество людей, которые озвучивают мне строительная компания, о том, что будет на корпусах 15-30 человек в ближайшее время, это, конечно, совершенно не то, на что мы рассчитывали. Поэтому, в жесткой форме проведем пятницу совещание, соберем подрядчиков, которые нам давали обязательство выйти на стройку еще месяц назад. В ближайшие дни все препятствующие строительству вопросы предстоит полностью урегулировать. До 25 апреля дольщикам должен быть представлен четкий график выполнения работ по каждому конкретному корпусу. Все технические условия мы подготовили, выдали. Никаких проблем здесь я не вижу. Что касается социальных объектов, прорабатывается забрать эти объекты на бюджет Московской области, Одинцовского района. Здесь тоже не вижу никаких проблем, это не тянет. Нужно банально выходить огромным количеством людей на стройку и выполнять взятые обязательства. Высокие жаворонки – это 39 многоквартирных домов, 10 тысяч квартир, объемная социально-инженерная и транспортная инфраструктуры. Большие масштабы строительства требуют полного взаимопонимания власти, инвестора и дольщиков. Именно поэтому теперь все совещания решено сделать трехсторонними. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.